Здарова народ! Сегодня будем испытывать наши пресса. Попробуем запрессовать вот эту латунную втулку вот в этот кулачок вариатора снегохода. Сделал запас в десяточку в диаметре втулки. Надо его сейчас плотно запихать. Попробуем старый наш пресс ручной и гидравлический новоиспеченный. Попробуем запихать сначала нашим старым прессом. Напомню размер в запасе десяточка. Такое чувство, как будто я этого не смогу сделать. Да, тут нужна сила помощнее. Сейчас еще одну попытку. Так, ровно, ровно. Самый конец. Офигеть. Наполовину запихал. Сейчас все-таки добью. А че, меч? Как это выглядит со стороны? Интересно. Получилось у меня это все сделать. Но вы, конечно же, видели, с какими усилиями мне пришлось это сделать. В общем, задача выполнена с очень большими трудозатратами. Энергией. Господа, давайте попробуем сделать то же самое нашим новым гидравлическим прессом. Вот он, наш красавчик. Я даже могу сесть на табуретку, чтобы продемонстрировать разницу. Разницу. Вот мы его предварительно засунули. Сейчас посмотрим, на каком давлении он туда войдет. Так, я не знаю, у меня даже манометр. Так, видно манометр? Видно. Так, увеличим чуть-чуть. Вот так вот сейчас. Вот так вот. Ну, как видите, 10 килограмм на сантиметр запрессовывается наша втулка. О, 20 килограмм на сантиметр. Ах, мешани нет. Он бы смог это сделать. Был бы рад помочь папе. Вот, я это уперся уже в саму деталь. Отпускаем. Как видите, слив работает отчумительно. Вот она у нас деталь. Быстрая и очень удобно. Без затрат. Ну и, конечно же, контракт на запрессовку третьей детали у нас выигрывает гидравлический пресс. А этот пресс у нас, по ходу дела, будет отдыхать. Давайте сделаем малюсенькую работку еще. Так, надо... Так. Закрыл краник и погнал. Все. Ничего у нас, вгоняется. Ну да, 10 килограмм на сантиметр вгоняет втулку на наш рычажок. Так, 15. 20 килограмм. 20 килограмм на сантиметр. Вогнали. Вот, давление сейчас за сотку уже пошло. Потому что я уперся. Спускаем. Спуск работает отлично. Пресс просто офигенный. Просто отличный пресс у меня получился. Если у кого-то есть ПГР настольный, утинический, можете прислать мне его. За определенную денежку, поддержку мастерской, можно сделать еще таких прекрасных вещей. гидравлический пресс с возвратным механизмом. Шикарно. Шикарно. Вот у нас работка. Такая вот была. Вставили втулку. Втулки на плотную посадочку. Просто прекрасный. Снега, правда, нет. Но снегоход будет, кажется, ездить. Пару слов о прессе. Мы его, конечно же, перекрасили. В наш фирменный цвет станков нашей мастерской. Так, надо его развернуть, чтобы новшество показать. У меня тут новшество. Что я тут еще добавил? Вот эту трубочку с крышки я убрал, потому что она мешала. Просверлил корпус насквозь диаметром сверла 4 мм. И вогнал сапун прямо в корпус. Знаете почему? Потому что вот эта крышка находится гораздо ниже уровня самого верхнего, где воздух. Поэтому пришлось сделать вот так. Получилось просто шикарно. Следующее, что я сделал, это увеличил сливное отверстие от 4 до 6. И на клапан поставил шарик. Там был 4 мм, а сейчас 8 мм. На 4 мм шарик отверстие спускное было диаметром 2 мм, а сейчас там отверстие диаметром 5 мм целых. То есть спускает вообще легко. Пресс просто шикарный, шикарный пресс. Переделаем все, что угодно. Особенно вот это вот мне нравится. Старый поршень у нас сейчас является ответкой. Прям красиво смотрится с ним. И поршень как бы не надо гонять много. Прекрасно. И эта цилиндрическая форма его позволяет гораздо удобнее на нем работать. Просто шикарно. Такие вот дела. Кому понравилось видео про пресс, сегодня мы машинки-мешанину не давили. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Это видео очень полезно. Фильмы о таких восстановлениях, переделках очень полезны всем мастерским. Делитесь этим видео. Подписывайтесь на канал. Стараемся для вас. С вами был Эдуард Морозов. С мастерской КБ Морозов. Всем спасибо. Всем здоровья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok